И снова. Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем наш тренинг по монарной терапии. Давайте рассмотрим правку бедра, бедренной кости. Она входит вот сюда, в вертлужную впадину, ложа такое, да? Крутится совершенно... Вот здесь вот прям шарик. Крутится во все стороны, поэтому вывих может быть также в любую сторону. Ну, точнее, мы скажем, не вывих, а под вывих. Потому что если вывих, она выйдет тогда из впадин своей, да? За пределы этой косточки. То есть разрушатся все связки. А связок там много. Вот посмотрите сюда. Если посмотреть, их очень-очень много вокруг. Вот смотрите, сколько их тут. Представляете, если она выйдет из сустава, то это разрыв связок. Это очень болезненно. Это работа травматолога, да? Мы как бы работаем с сублюксацией. Вот вывих. Опять же, мышц много, да? Поэтому она надо размять со всех сторон. Ну, вот смотрите. Пост-дизометрическая релаксация. Начнем с такого приемчика, да? Это как вспомогательная часть. И с другой стороны, и самостоятельная часть, да? Например, вместо массажа можно сразу разгрузить и расслабить мышцы. Вот грушевидная мышца идет. Вот так получается, да? От крестца она вот так идет. Крепится здесь. Средняя ягодичная вот так вот идет. Ну, и с этой стороны, малая ягодичная. Вот, как правило, вот они друг против друга работают и бывают напряжены. Значит, смотрите. Вот если так вот у тебя немного, да? Напрягается вот эта вот грушевидная мышца. Может, руку даже подставить и почувствовать, как она там работает. Ты чувствуешь, что? А вот эта сторона, потрогаю сюда. Вот она начинает. Разворачивается бедренная кость. Версит в беденную кость и тянет, соответственно, вот эти вот мышцы. Вот она там тянет сюда. Значит, на пост ароматическую релаксацию. Смотри. Я вот это исходное положение, да? Я давлю на себя. Ты возвращай вот туда. Или, точнее, вот так. Вот так, где-то. Подигавали немножко, да? Ты возвращай сюда. На вдохе вдох. Задлежать дыхание. Давим, 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 давим. Ну, примерно секунд так 15 давим, да? На выдохе полностью расслабимся. Еще чуть-чуть. Фу. Расслабились. Потрясли. Конкретно мышцу мы разгрузили. 5-7 секунд передышка. Угол я чуть увеличиваю. Давай вдох. Тянем, 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 тянем. Выдох. Расслабляемся. Забыл сказать, что у людей, вот, можно такую проверку сделать, да? Нога не достает до ягодицы. Вот, примерно, смотрите, сколько кулак с большим пальцем, да? После всех этих приемов, после хорошей, глубокой, глубокого разминания ягодицы, да? У нас увеличивается расстояние. Вот видите, я уже напрягаю, что-то задальше. Сейчас тут тянется мышц спереди. Ну, растяжки у человека еще не хватает дополнительно. То мяско практически касается. У здорового человека пятка должна касаться этой ягодицы, этой ягодицы. Вот тоже вечно тоже не касается. И вот здесь опускаться практически до вертела бедренной кости. Большой вертел бедренной кости. Вот, собственно говоря, это косточка. Ямочка там на ягодице, на которую мы щупаем с этой стороны. Вот она. Увеличиваем дальше. Еще расстояние больше растягиваю, да? Вдох. И смотри. Подожди, подожди. Я вот сейчас присутствую, потому что сюда можно пальцем. Можно посильнее вытащить палец. Например, вот этот, да? Вот. Делаем еще упор. Вдох. Тянем, 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 тянем. Держим, держим, держим. Больно, да? Выдох. И на срыв. И вот это мышцы мы поперек разрываем. У него сразу идет поток крови. Он сразу расслабляет. Пост-изометрическая релаксация. Называется. Можно сделать то же самое локтем. Вот растянули. И держим, держим, держим. Перпендикулярно. Там, где вот седалищный нерв начинается, да? Вот по центру. Также вот можно локтем, ну, чем угодно. Кулаком вот эту мышцу мы разминаем, разминаем. Глубоко-глубоко упоминаем ее. И перпендикулярно на срыв. Срываем. Но по поводу работы с мышцами, я помните, он говорил. Теперь вот эту мышцу, да? Сюда я тяну. Ты возвращай назад. Ты смотри, немножко подиагонали получается, да? Не прямо вот туда, а подиагонали. Давай вдох. У меня толкаем. Ух ты, сильный какой. Любого богатыря свернет. Такой ногой. Фух, выдох, да-да-да-да. Сам не выдыхай, а жди команды, жди команды. Так, 5-7 секунд прошло. Побольше угол. Давай вдох. Прям всего меня сносит. А это килограмм 130, представляете? Фух, выдох. Ну, как я говорил, нет смысла напрягаться мышцы на 100%. Да, достаточно так, на 60, на 70%. Так, теперь вот уперлись сюда. Ну, либо пальцем, да? Вот она. Либо локтем. Ну, допустим, давайте локтем. Я, конечно, в халате, да? Вообще-то это просто массажа делается. Либо вместо массажа через масло. Так, ну, можно на сухую, да? Вдох. Тянем, тянем, тянем. Тут я локтем на себя давлю. Еще 5 секунд. Раз, два, три, четыре, четыре, пять. И на срыв, сорвали ее. Ну, вот. Чуть побольше, чтобы было такое, да? Чуть вот. Чуть ближе. Ну, если будем дальше работать, да? То почти вот останется там два-три пальца. Да и годится. Чуть увеличили. Теперь, соответственно, если ребро, ой, бедро у нас вышло назад, да? Вот сюда. Вот сюда. То есть, она доставит логично в противоположную сторону, да? Прием такой. Берем ногу. Заворачиваем вот так вот. Вот бедро, да? Упираемся прямо в него. И токус продавливаем. Это... Еще раз показываю. Деперись. Это раз. Потом можно вот так вот взять, да? Упираемся именно в бедро. То есть, вот смотрите, сустав на щель вот так идет, да? Значит, наше давление должно быть вот туда быть, под догонали. Уберем, расшатываем, расшатываем его, расшатываем и одновременно шут туда ту сторону. Ты почувствовал, да? Ага. Так, это с этой стороны. А теперь с другой стороны. Переворачивайся, пожалуйста, на спину. Как я говорю обычно, ливером вверх, переиной части вниз. Так, подушку берем. Значит, берем ногу. Вот, и опять же, у нас мышцы идут повсюду, да? Вот облаку всей ноги. Нам надо их расслабить. Начнем с того, что вот просто расшатываем, расшатываем, да? Все, бедро вот так вот поставили, да? Вот, растрясли. Она должна вот как холодец прям так вот болтаться все. На пяточке, на пяточке видите, катается вот. Все расшатывается. Теперь продавили, протолкали его. Это вертикально вниз. Пропружинили, так, именно бедро. Потом крестово-подвздошная связка, вот так расположена, да? Доводим от пупка примерно, ну, на расстоянии четырех пальцев, да? Вот тут высота колена и толкаем на себя. Вот так. Протолкали. Ну, тут и сустав тоже толкается, да? Теперь пояснично-крестцовое сочинение вот так расположено, да? Доводим ногу над солнечным плетением, даже повыше, и толкаем вот туда. Вот, поясница тянется, чувствуешь? Очень хорошо. Вот, почувствуйте разницу, да? То есть мы первый толкали вот так, второй сустав мы толкали вот этот, третий сустав вот этот. Три разных направления. Теперь ногу заворачиваем вот сюда, к, примерно, над локтем, да? Вот, по идее, должна стала коснуться у нормального здорового человека. Если у вас сопротивляется человек, да? Или там поднимают ногу, растяжки не хватает, да? То можете животом тянуть, а эту ногу придерживать. Вот она растягивается. Опа. И сюда тоже, по идее, должно коснуться колена стола. Вот сначала умедленно делаем. Суставная гимнастика. Она же пассивная гимнастика для человека. Он лишь задыхает, мы за него работаем. Кстати, очень хорошо для реабилитации тяжелых больных, лежачих, да, которые вот сами не могут шевелиться. Мы вот эти суставы расшатываем. Только обратите внимание, не в коленку, не в чашку я дам, а в бедренную кость. Вот здесь, в бедренную кость. Здесь руку переношу на на стоп с этой стороны, а с этой на большую берцовую кость. Вот и потихонечку, вот видите, уже у меня подвижность увеличилась, мы уже ускоряемся, вот уже колено там подхрустывает. Потихонечку, амплитуду ускоряем. Вот такое вот у нас упражнение. Хорошая. Вот, то есть, у здорового человека должна нога, не поднимай, параллельно вот два бедра вот так вот лечить на стол. Понимаете, вот, у тебя практически почти получается. Теперь растягиваем он с этой стороны к противоположному плечу примерно тянемся, да? Тут хорошо растягивается именно грудная мышца. Ой, извините, грушевидная. Вот. Дополнительно помогаемый можно лапцом пройтись, кулаком пройтись, простучать по ней. Ну, там много мышц еще вот. Отседалишь на костей идет мышцы, да? Вот так вот. Тоже на промяли. И в обратную сторону седалишь на вот это мышцы, да? Получается, вот на это расстояние нам надо попасть стопой. То есть, грушевидно вот отсюда идет сюда. А вот к этому малому вертелу, да? Вот тут еще коротенькие мышцы такие идут. Нам надо в них попасть. Для этого мы берем собственную стопу и разворачиваем вот так вот. На уголок ставим. Вот отсюда еще кость, да? По диагонали и вот боком расспоставил. И теперь через нее перекатываю бедро вот сюда. Ты как чувствуешь? Ну, хорошо, только вот как раз там. Вот он тянется. Немножко может ваша стопа или пальца поболеть, но ничего страшного. Вот он тянется. Под боком стоит стопа. Далее можно повесить ногу. Чтобы оно немножко отвиселось. Это у нас тянутся передние, соответственно, мышцы, связки. Чуть поможем человеку вот в ту сторону. Толкаем, а где за бедро придерживаем. Это растяжение, так? Да, это вот растяжение, как и говорил, пульс с гендерическим координатом вокруг всего бедра. Теперь растяжение вот этих мышц, да? Вот так пробовали, потолкали мягко. Пока это еще не прием, это пока только растяжение. Можно, если получается, положить ногу на ногу. Ну, кто может, кто не может, да? Там спускаем. То есть, примерно стопа возле коленки находится. Потянули в эту сторону. Теперь потянули. Вот примерно угол 120 градусов. Делаем, да? И коленку над коленкой. Упираем себя в перцовую кость. А здесь, не в бедренную, а в тазовую. В верхний уголок греблем подвозжим кости. Вот этот уголок. Вот он. В него тянем в обратную сторону. Вот туда. Хватаем его мягенько. Вот так, чтобы он лег. Даем в ладошку. Чтобы не передавить ничего человеку. И вот движение практически незаметное. Тянем боковые мышцы. Тут тянется большая бедренный тракт. Вот этот. Сзади еще мышцы тянутся. Ты чувствуешь, да? Вот. Ну, практически все мышцы мы прошли. А, еще вот эта мышца, поднимающая бедро. Как ее обнаружить? Вот смотрите. Примерно руку кладете, да? Поднимай ногу вверх. Не, не. Прямую, прямую, прямую. Еще раз опускай. Поднимай. Опускай. Вот, ну, видите? Вы поднимай. Опускай. Ну, кстати, вот еще вам прием такой подсказка. Если тут проблема, да? То можно потренироваться. Так захватывая мышцу саму, да? Через боль поднимаю ногу вверх. И опускай. Вот чуть выше. Больно? Ну, так. Давай, поднимай. Опускай. Вот, боль она прошла, значит, значит, уже все отпустила. И так же вот эту мышцу захватываем по охоте, да? Вот захватили ее. Поднимай ногу в коленке. В коленке, в коленке сгибай теперь холод. Запускаю его. Давай. А мы ее плотно держим. Вот так мы ее внутри массируем, тренируем. Подними в коленке теперь раз. И теперь опускаю в бок сам. Сюда и поднимай. Вот она растягивается. А мы ее плотно держим. И с напряжением. Либо сюда тянем, либо туда тянем. То есть мы ее дополнительно растягиваем, да? Еще раз. Вот. Ну, это для сложных случаев. Еще для сложных случаев, это если мышцы в брюшине. Ну, ладно, не будем сейчас отдельная тема про них говорить. Вот теперь сам прием. Соответственно, вы ставите коленку. Так вот, можно, да? С этой стороны стоите, либо с этой стороны. Неважно. Некоторые залазят с той стороны своим бедром. Держат. Сейчас покажу. Своим бедром придерживают противоположное колено. Так вот, да? Работают с этим. Вот тут держим таз. Здесь держим бедро. В коленку. Ну, давайте попроще покажу, чтобы долго не было. Стоит вокруг человека. Тут вопрос в том, что вот если мы целимся сюда и качаем человека, мы качаем его на бедре. Чуть меняем угол, вот заваливаем сюда, да? Ближе к центру. Вот мы качаемся уже на. Истово-подвздошном сочинении. Хруст, соответственно, может быть либо здесь, либо здесь. Вот, берем мягенько. Не больно? Нет. Вот. Раскачали как лодочку, сам прием делается, да? Дошли до преднабрежения. И после этого веский толщок вниз. Это если бедерная кость вышла сюда. Как же, у нее, с противооружа стороны, хватаем у человека, да? Вот она бедерная кость, видно, да? И нам надо вот туда ее толкнуть. Значит, расшатываем, расшатываем. Расшатываем, что человек от них. Плакаем туда, прям всем корпусом. Достаточно резко и сильно. Так. Ну. И еще один прием. Секретный такой, когда уже посерьезнее у вас проблема, да? То есть мы рассмотрели, когда бедро уходит назад и когда выходит вперед. Соответственно, у человека меня с походка, да? Как правило, бедро вот здесь. Ему неудобно наступать. И вот мы развернемся сюда. Он прям ходит, еле-еле вот. С палочкой, скорее всего, уже люди в этот момент ходят. Тогда разворачиваем человека на оборот, на живот. Вот. Кладем его на край стола сюда движется. Еще ближе, чтобы дальше. Нога висит, нога висит, нога висит. Это боли такие достаточно серьезные. Поэтому вокруг вот этого сустава обкалываем уколы. Ну, либо ледокаин, да? Либо вот блокаду можно сделать, да? Ждем, пока подействует минут 10-15. Я вам такие секретные техники рассказывал. Секретная методика, да? Ждем, пока подействует. Потом будем толкать в коленку, да? Практически. Но чтобы человек не упал, держим его либо рукой, либо попросим второго ассистента, да? Та-па придержать его за грудной клеткой, за руку. Так. Показывает, будет отсюда, тебе лучше зайти, наверное, вот туда. А вы, да, держите его за грудную клетку и за противоположный таз. Вот, держим, да? Сам мастер встает вот так вот. И наше движение будет вот сюда, в чашечку, да? Вот толкаем, значит, одновременно вот туда. И вытаскивает бедро, да? И рычаг за голеностоп. Важаем, как раз. Раскачать не плотнее за таз, а таз придержите, чтобы таз вообще не шевелился. Раз, два, три. Ух ты, мой. Мягенько возвращаем человека. В этот момент вы должны понять, что это очень больно. Человек лежит, отдыхает, отдыхает, еще тянется. Расслабляется еще минут пять, потом мы его отпускаем. Ну, а с вами был Олег Лагудвин. У меня для вас приготовлена еще пачка интересных моментов, сложных. Как мы правим кости, как мы чиним скелет человека, да? Практически сход-развал. Коррекция полностью всего скелета. И человек становится новеньким, как заново рожденным. До новых встреч, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин